Тот инвестиционный коллапс на фондовом рынке, который, в общем-то, случился в этом году, и с точки зрения объективных, экономических моментов, и с точки зрения, тем более, инфраструктурных, вот этот коллапс, эти события, наверняка, многих подвигли либо смотреть на старую добрую недвижимость, и неважно, что там доходность несравнимая с тем, что можно поймать в лучших вариантах на фондовом рынке, либо подтвердила ту мысль, нехитрую, в общем, которую исповедую я, да и многие мои, наверное, коллеги, о том, что фондовый рынок – это прекрасно, это интересно, это азартно, и это потенциально очень доходно, но никому никогда не помешает немного недвижимости. Но есть одна проблема всегда, даже если приходишь к мысли, что это все очень верно, а дальше возникает вопрос, а как? Потому что вхождение в недвижимость, как правило, в России, это означает сразу вопрос на вскидку о нескольких миллионах, и вот эта идея, что недвижимость – отличный инструмент диверсификации ваших инвестиций в целом, вашего портфеля в целом, отличное дополнение к фондовым инвестициям, эта идея иногда спотыкается, как любовная лодка о быт, спотыкается просто о недостаточность наших инвестиционных капиталов в нашей стране безнаследуемых капиталов, без семейных капиталов, только 25 лет, как играющий в рынок, понятно, что в подавляющем случае портфели инвесторов просто намного меньше, чем те портфели, которые нужны, чтобы вообще ставить перед собой этот вопрос не умозрительно, а практически. То есть, иными словами, у нас либо нет 6 миллионов или 5 миллионов или 7 миллионов сходить и докупить эту самую однушечку, которая была бы отличным подспорьем к инвестиционному портфелю, просто нет такой суммы сравнимой, либо она есть, но она примерно сравнима вот со всем нашим инвестиционным портфелем, и это тогда будет не диверсификация, а просто перевод денег из одного формата в другой, на это тоже не все готовы пойти. То есть, проблема для инвестиций в недвижимость, массовых, по крайней мере, и для каждого из нас, она часто упирается в недостаточность сумм. Есть ли ответы на этот вызов, на этот потенциальный запрос со стороны российских инвесторов, битых, помятых в этом году? Он есть. Первое, это возникновение БПИФов, то есть, таких российских рейтов, куда можно пройти с незначительными суммами, где можно начать пробовать с незначительных сумм, буквально с нескольких десятков, ну, тем более сотен тысяч рублей. Но у БПИФов есть один момент, они практически все сконцентрированы на логистической недвижимости или на недвижимости торговых центров. А есть ли интересные другие форматы? Форматы, ну, меньшего класса, условно говоря, меньшего объема. Вот здесь никогда вариантов не было, либо покупай сам, либо нет. И вот я впервые на недавно состоявшемся в Петербурге форуме инвестиционных советников Финсовет услышал о существовании вот такого вот лайтового варианта вхождения в некую малую недвижимость, условно говоря, в стрит-ритейл или те же офисники. На форуме Финсовет выступал Никита Корниенко, руководитель недавно, относительно недавно созданной как раз-таки платформой инвестиций в недвижимость Simple Estate. И, как позже выяснилось, когда мы общались в кулуарах, одновременно, в общем, наш с вами собрат, классический инвестор, финансист, человек, который работал когда-то в Goldman Sachs и так далее, и так далее. Мне показалось, что формат, о котором идет речь и которым, собственно, занимается компания Simple Estate, это достаточно любопытная альтернатива. И мы пригласили Никиту в студию канала Финверсия, чтобы более подробно поговорить о рынке недвижимости вообще, о месте, потенциальном месте инвестиций в недвижимость в общей структуре частных инвестиций, и конкретно о том сегменте недвижимости, которым занимается компания Simple Estate. Буквально сегодня мне позвонили с вопросом, куда уйдут деньги с фондового рынка, деньги инвесторов. Два предположения, которые озвучил журналист в качестве запроса, да, а я переадресую вам. Первое. С фондового рынка вернуться в депозит? Я говорю, нет, скорее всего, нет, потому что больших ставок явно не будет в банке, ликвидности особо не нуждаются. Эта болязька вечная российского банкинга прошла. И второе, что это люди по типу своему, они, как правило, все-таки ориентируются психологически на другую доходность, не депозитную, не доходность с отставанием от инфляции. А второй вопрос тоже закономерный вполне сегодня, да и во все времена, в недвижимости. Но одновременно идет информация от Сахалина, вот буквально недавно сводка, и до Москвы, и Калининграда, который стал последние три года прям мягкой недвижимости, что обрушение, обрушение, обрушение. Ну и, естественно, куча в российском стиле предположений. Это вообще рухнет еще больше. В целом, я согласен, что во все времена люди всегда надежны, стабильны, недвижимость, это кирпичи, это можно потрогать, туда надо вкладывать. Куда, в принципе, может уйти капитал с фондового рынка? Ну вот, особенно в кризисные времена, всегда люди искали какую-то тихую гавань, какой-то защитный актив, где можно пересидеть, переждать. Из защитных активов, вот недвижимость, там самое, наверное, очевидное, понятное и доступное. Вопрос, какая? И, не знаю, там, драгоценные металлы, валюта, но с валютой сейчас тяжело, ее как бы не купить, либо купить, но виртуальную, которую потом нельзя использовать. Либо купить, платить комиссию. Да, действительно, либо купить, платить комиссию. Какие-то иностранные ценные бумаги купить сейчас тоже очень тяжело, и под риском заморозки, блокировки, еще чего-то. Поэтому, действительно, вариант самый очевидный, это недвижимость. Но вот, а насколько сказывается вот эта история, что куча людей считает, что это только начало большого обла? Я в целом согласен с этим тезисом, и большинство людей тоже согласны. Но тут главный вопрос, какая недвижимость? То есть, если мы берем жилую недвижимость, квартиры, то последние 2-3, может быть, даже года был небывалый рост на фоне льготной ипотеки, на фоне кризиса коронавирусного люди бежали, тоже спасали свои деньги. И, конечно, цены на недвижимость по всей России очень сильно были перегреты. И я, в том числе, во всех своих статьях тоже писал, что вероятность дальнейшего роста, она ниже, чем риск того, что недвижимость будет падать. Я не верю в обвал, то есть, не будет такого, что там квартиры подешевеют в 2 раза, нет. Но какая-то коррекция адекватная, там, наверное, процентов 10 будет. Ну, а сегодня, вот в моменте мы находимся, условно, в каком месте этой коррекции? Я бы сказал, что в начале. Ну, то есть, вот были новости, что ЦИАН публиковал в октябре, цены на московскую недвижимость упали на 1,5%. И, скорее всего, мы находимся где-то вот в начале этой фазы коррекции, может быть, там, чуть ближе к середине. Поэтому, я думаю, ближайшие, там, несколько месяцев, а то и, может быть, пару лет, будет постепенно коррекция. Но, опять же, мы сейчас не можем загадывать наперед, все зависит от политической ситуации. Может быть, сейчас конфликт решится, и все снова будет здорово. Может быть, это все затянется на несколько лет. То есть, сейчас делать прогнозы неблагодарное занятие. Но постепенная коррекция, я думаю, что все-таки будет. И вопрос, опять же, вот какая недвижимость? Это мы сейчас перейдем. Но сначала вот еще какой момент. Допустим, человек говорит, окей, я, в принципе, не против недвижимости, но вот я тоже считаю, что будет коррекция, как Никита Корниенко, по-другому ли, но считаю, что будет коррекция. Но одновременно возникает такой момент, что мы же понимаем, что рынок недвижимости может переключиться, ну, если не в моменте, то очень быстро, в зависимости от политики, от новостей, от событий в экономике и так далее. Ждать самой нижней точки, чтобы войти, нет ли риска промахнуться? Точно есть. Мне нравится выражение, пытаться самую нижнюю точку поймать, это попытка поймать падающий нож. Достаточно тяжело и опасно. Поэтому, если, опять же, долгосрочный горизонт смотреть, то, в принципе, можно покупать и сейчас. Но с готовностью, морально, что немножко просядет. Да, да, с готовностью, что немножко просядет. Опять же, это там не 30%, это, может быть, там, процентов 10. Но на горизонте 5-10 лет все равно недвижимость будет дорожать. То есть, это физический актив, она всегда нужна. Чтобы не происходило, людям нужно где жить. То есть, инфляция все равно у нас не низкая и, как минимум, под действием инфляции цены должны расти. Пока непонятно, в какой момент кто победит. Либо инфляция, которая толкает цены вверх, либо спад спроса, который толкает цены вниз. Непонятно, как государство будет действовать. То есть, может быть, опять новая какая-то субсидированная ипотека будет. Сейчас загадывать тяжело. Но, судя по лоббизму строительной отрасли, который виден невооруженным глазом даже в эти критичные времена, вероятность все-таки каких-то программ очень высока. Да, да, я тоже так думаю. И, как бы, застройщики не дадут упасть, да, как too big to fail. Крупным застройщикам точно упасть не дадут. Теперь вот вы уже два раза попытались перейти на виды, да? Есть желая. На мой взгляд, я всегда консервативных взглядов придерживался, что вот эта пресловутая символическая однушечка в пяти минутах метро в крупном миллионнике России всегда, что называется, на хлеб с маслом пусть без окры, но даст. В ответ, как правило, возражение. Вы что? Вот посмотрите, доходность ниже депозитной от аренды или, условно говоря, несравнима с потенциальным на фондовом рынке. Это да. Но зато это да. Вот уверенность, надежность. И каждая квартира, условно говоря, приносит половину зарплаты, которая в том или ином городе считается приличной. То есть, можно всегда быть уверен. Если у тебя две однушечки, то ты с них получаешь доход, равный зарплате, которая считается приличной в городе. Окей. Жилой более-менее понятно. Дальше. Логистическая мода возникла. Возникли БПИФы. Я, кстати, сам клиенту того, из БПИФов, именно на логистическую недвижимость. Очень увязана с экономикой, с активностью, с жизнью экономики, безусловно. Да? Но плюсы свои тоже понятны. Производственная. Практически, я так понимаю, в загоне. Там есть некое пересечение логистической и производственной. То есть, грубо говоря, склад класса А можно использовать как склад. Можно использовать частично как цех для производства. То есть, это тут тонкая грань. Но, конечно, если с точки зрения инвестиций, я бы сказал, что чисто складская недвижимость, она более универсальная и более востребованная все-таки. Больше маневров позволяет. Да, больше маневров. То есть, можно на производственной заработать сильно больше, но как бы там и риски большие. Потому что все-таки производственная, она более специфичная. А склады, то есть, склад класса А в хорошей локации, он всегда будет актуален. И последний вид, по сути, да, наверное, или вы меня поправите, офисная. Офисная двух типов. Просто офис, вот как мы с вами сидим. Или офис публичный, то есть, находящийся на первом этаже, подразумевающий некую розничную активность. Казалось бы, очень выгодная история, но, как мне кажется, здесь куча подводных камней. В каждом сегменте свои подводные камни. Можем вот чуть подробнее про это как раз поговорить. В целом, сегменты, три самых крупных сегмента коммерческой недвижимости, да, жилую сторону ставим. Коммерческая недвижимость, это офисы, самый крупный. Потом торговые центры и только потом уже склады. То есть, склады, как бы, в этой тройке, они поменьше. Но, действительно, в последние годы они очень актуальны, потому что, действительно, торговые центры под давлением из-за и ковидных ограничений были. И вот конкретно в России сейчас то, что уходят западные арендаторы. Да, и в принципе... И часто они были якорными. Да, да. И, как бы, в принципе, развитие онлайна сейчас больше под давлением торговые центры. Офисы более устойчивый сегмент. Опять же, там переход на удаленку их немножко остудил, так скажем. Но офисы точно не умирают. А стрит-ритейл? Стрит-ритейл это уже как бы более маленький сегмент. То есть, после вот этих вот трех крупнейших идут сегменты чуть поменьше. Это стрит-ритейл как раз, который вот для частного инвестора более доступен, более понятен. То есть, многие инвесторы как раз вместо того, чтобы купить там однушечку, они покупают, не знаю, там помещение с аптекой или супермаркетом. Или парикмайкерской. Да, ну, там много разных вариантов. Вот у кого какой бюджет, так скажем. Вот. При этом я не сторонник вот тех, кто говорит, ой, вы что, жилую недвижимость точно покупать не надо, там же действительно доходность как у депозита, а то и меньше. Как бы ни в коем случае только надо покупать там коммерческую, еще что-то. Нет, ну, везде, как в этом мире, есть плюсы-минусы. То есть, жилая недвижимость, действительно, человеку вот что бы ни происходило, человек работает на удаленке, допустим, он ничего не покупает, ему не нужны там, не нужны склады, ничего не нужно, жить ему точно где-то нужно. И действительно, там однушка возле метро всегда будет актуальна. Но она при этом приносит меньше доходности. Коммерческая недвижимость приносит больше, примерно раза в два от аренды, но там как бы везде свои подводные камни. Так, Никит, у вас компания занимается коммерческой недвижимостью, так? Верно. При этом, значит, вы сказали, что недвижимость будет снижаться, и то, что жила недвижимость, все равно вы одобряетесь такой выбор. Одобряю. Ну, я неестественно... Я знаете, к тому, что вы не пытаетесь доказать, что только тот продукт, которым занимается ваша компания, он и хороший. Это подкупается, с одной стороны. С другой стороны, как вы работаете с клиентами? Приходит к вам человек, говорит, хочу в коммерческую. И вы вот так ему честно, откровенно, вместо того, чтобы рассказать, как здорово именно в коммерческую, что в жилую не надо, что никаких других действий не надо, что она будет расти буквально завтра. У нас принцип такой, что мы не пытаемся что-то втюхать клиента, то есть мы пытаемся клиенту действительно помочь. Потому что в любом случае, мы работаем на долгосрок, и если вы клиенту там, не знаю, обманываете, еще что-то, он да, он сегодня вас купит, завтра он вас не купит. Мы как бы чисто коммерчески даже, да, мы зарабатываем именно за счет того, что у нас клиенты повторные, они приходят там еще раз, увеличивают свой чек, инвестируют в несколько наших объектов, и поэтому мы именно стараемся делать это честно, открыто, профессионально. Поэтому, да, я не говорю, что жилая недвижимость никому не нужна, я ее поддерживаю, опять же, с учетом того, что, скорее всего, будет какая-то корректировка, да, и вот, например, на этапе строительства сейчас я бы не покупал, но вот там готовые однушечку возле метро, почему бы и нет. При этом, вот как раз про падение, да, тут нужно смотреть сегменты. То есть торговые центры, опять же, обсудили, там, понятно, сейчас падение, склады нормально. Но это означает, что есть смысл входить все-таки в это падение? Или лучше брать паузу сегодня инвестору, который... Ну, смотри, какой инвестор, я бы так сказал. Везде есть как бы риск-доходность. Если инвестор ищет высокую доходность, высокий риск, можно покупать какие-то интересные торговые центры с дисконтом и брать на себя риск, там, ухода арендаторов, не знаю, перезаполнения этого торгового центра, но при этом с потенциалом заработать хорошую доходность. Но если мы говорим как бы про частного инвестора, то, наверное, там, хороший качественный торговый центр это, ну, от 500 миллионов рублей, а чаще всего это несколько миллиардов. Для частного инвестора такое недоступно. Но можно же какую-то крошечную дольку, нет? Можно купить крошечную дольку, да. Но, опять же, тут, если вы готовы, высокий риск, высокая доходность, пожалуйста, тоже... Через какой формат? Допустим, частный инвестор, у него несколько миллионов, несколько десятков, дай бог, миллионов. Естественно, несравнимая сумма со всем торговым центром. Что вы такому предлагали? Мы торговыми центрами конкретно не занимаемся, мы вот смотрим больше стрит-ритейл, но, в принципе, на рынке есть игроки, которые предлагают торговые центры, поэтому... На ваш взгляд, лучше напрямую или через БПИФ входить в подобные вещи? Потому что много БПИФ как складской, так много БПИФ как раз по торговым центрам, и Сбербанковские были созданы. Да, да, да. Еще несколько... В общем, формат-то неплохой, мне понравилось, когда это возникло. Я бы сказал, что это зависит от еще бюджета сильного инвестора. То есть, если инвестор обладает миллионом рублей, ну, для него, в принципе, нет возможности купить самому, поэтому там БПИФ нормальный вариант. Если у инвестора 500 миллионов рублей и больше, тогда, наверное, он имеет возможность купить самостоятельно, нанять управляющую компанию и так далее. Но, опять же, там, если смотреть и наш продукт, да, и БПИФы, мы берем комиссию, да, не просто так. Мы берем комиссию, во-первых, за то, что позволяем купить какую-то долю, а не весь объект целиком. И, во-вторых, как бы я даже на первое место ставлю, не знаю, как другие участники рынка, да, но конкретно мы, мы прежде всего берем свою комиссию за то, что мы находим лучшие объекты на рынке. То есть, если вот... Сейчас очень популярен стрит-ритейл, да, вот мы фокусируемся на стрит-ритейле, там есть разные сегменты тоже, есть там небольшие помещения, там 50-100 метров, которые доступны вот частным инвесторам, они обычно стоят там 20-30 миллионов рублей, то есть это более-менее еще доступно. Аптеки, алкомаркеты, хорошие устойчивые арендаторы, там достаточно низкая доходность, это процентов 7, иногда и 6, но зато это как бы хорошее, ликвидное... Ну да, и сам объект может расти еще. Да, и объект растет в стоимости, действительно, и арендатор надежный, и продать его можно достаточно быстро, то есть это такая альтернатива вот однушечке как раз. Есть сегмент покрупнее, это супермаркеты, это обычно там от 100 миллионов рублей до там 200-300. Он более доходный, там доходность где-то процентов 8-9, но и бюджет повыше. Но при этом опять же супермаркеты, это, наверное, там самое надежное вообще, что есть на рынке, потому что что бы ни происходило в экономике, в политике, в стране, неважно, кушать хочется всем и всегда. И в любом случае, там на продуктах питания люди экономят в последнюю очередь. Вот этот сегмент, он более интересный, мы как раз фокусируемся именно на нем, но у него входной порог, повторюсь, там от 100 миллионов рублей. И вот мы как раз даем возможность частному инвестору, во-первых, вообще в принципе дотянуться до этого сегмента, что большинство людей не может сами купить. И во-вторых, тут очень много подводных камней, и мы как раз находим вот там из сотен объектов на рынке 1-2, которые действительно достойны покупки. А подводные камни, это... Юридического, бизнесового плана. То есть я так понимаю, что консалтинг нужно произвести серьезный, да, по всем фронтам? Ну нужно, да, ну как вот мы, например, делаем? Мы, во-первых, делаем три вида анализа. Юридический, само собой, да, проверить, что объект чистый, что он вообще законно построен, что его не отберут, что там, не знаю, все коммуникации подведены, договоры заключены, что он оплачен вообще текущим собственником. Там очень много всяких тонкостей, то есть это целый там отчет на 100 страниц по юридической частоте. Это техническое состояние помещения, что его не надо будет ремонтировать, а если надо, то сколько это будет стоить, там критично, не критично и так далее. И как бы самый главный раздел – это коммерческий анализ. И вот здесь самый крупный, самый большой и самый сложный неочевидный. То есть все наверняка слышали правило, что там в недвижимости есть три ключевых критерия. Там локация, локация, локация. Но вот что значит, как бы, хорошая локация, далеко не все знают. Очевидно, что там помещение возле метро – это хорошо. Квартира возле метро, помещение возле метро – это всегда хорошо. Но вот дальше обычно возникают у людей вопросы. Если, например, для жилой недвижимости, понятно, да, опять же, там метро, транспортная доступность, это, может быть, там школы, садики, парки, магазины рядом, создающие комфорт для жизни параметры, то для коммерческой недвижимости это совершенно не важно. Никакие парки, никакие школы. Пусть рядом будет промышленная зона. Главное, чтобы там был трафик, чтобы было много людей. Трафик может быть двух видов – мимо проезжающий и локальный, то есть люди, которые живут вокруг. А если мы берем там мимо проезжающий трафик, он более рискованный, потому что рядом построили торговый центр, люди заезжают туда, а не на стрит-ритейл. Расширили дорогу, убрали парковку, как бы к вам больше никто не заезжает. Ну, то есть такие всякие вещи. Люди, которые живут вокруг – это более стабильно, более понятно. То есть если там в 100 метрах живет, не знаю, 10 тысяч человек, им нужно входить в супермаркет, там ходить в аптеку, волкомаркет, стричься там еще и так далее. Но как бы это только верхушка айсберга, то есть локацию проанализировать – это первое. Очень много ошибок и, так скажем, ошибок начинающих инвесторов при выборе арендатора и условий. То есть все ориентируются на доходность и все знают, что, например, в среднем на рынке либо доходность в процентах, либо окупаемость кому как удобнее, она составляет, например, окупаемость 10-13 лет. И вот тут инвестор находит объект, у которого окупаемость 8 лет. И он думает, о, я самый умный, надо купить, я сейчас всех перехитрю. Покупает объект, к нему приходит арендатор через неделю и говорит, слушай, у нас дела плохие, мы съезжаем, либо дай нам скидку 50%. Инвестор не понимает, как же так, я же самый умный. А оказывается, что ставка аренды была в два раза завышена. И, например, арендатор получил какую-нибудь взятку от продавца, чтобы заключить такой договор аренды. И сейчас он либо уходит, либо требует в два раза снизить цену. А новый арендатор зайдет тоже по ставке только в два раза ниже. Даже такие хитрости? Очень много таких хитростей. И на это вот инвесторы очень часто не обращают внимания. Поэтому очень важно смотреть и на рыночность ставки аренды, и на стоимость за метр, то есть не только на окупаемость. А там такие тонкости, вроде вот индексация. Например, в договоре прописано, что ежегодная индексация арендной платы на 5%, например. Индексация бывает совершенно разной. Есть индексация по соглашению сторон. Это значит, что вы приходите к арендатору, говорите, давай проиндексируемся. Он говорит, нет. На этом переговоры заканчиваются, потому что для индексации требуется согласие арендатора. Есть индексация односторонняя, автоматическая, когда вы уведомляете, что через месяц и плачет на 5% дороже, и все. И то в таких случаях часто арендатор приходит и говорит, слушай, у меня дела плохи, давай, пожалуйста, не будем индексироваться. Как понять, хороши у него дела или плохи, это тоже целая там наука. Ну да, или заменит его кто-то. Да, понимать, кто-то может его заменить или нет. Врет он вам, что дела у него плохи или может быть у него все хорошо. Потому что обычно арендаторы, неважно, хорошо, дела, плохи, они все равно будут плакаться и жаловаться. И как бы у нас, например, есть проверенная там стратегия, как понять, как у него дела хорошо или плохи. Ну это не секрет, надо просто узнать, сколько он торгует. И посмотреть соотношение его выручки к аренде. Если это там для разных сегментов разное соотношение, но как бы есть там четкие правила. Например, там для супермаркетов больше 10% аренды от выручки, это плохо, меньше, это хорошо. Но как бы еще там куча других подводных камней. Тоже там распространенная ошибка. Договор аренды подписывают, например, на 10-15 лет. И инвестор считает, что отлично, я буду 10-15 лет получать свою аренду. И не смотрят, что в договоре написано, арендатор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с уведомлением за месяц, за два. И покупая арендный бизнес, как это называется, там с арендатором на 10 лет, через два месяца, да, можно его лишиться. То есть подводных камней очень много. Мы целую статью написали по этому поводу, там, как выбрать вот готовый арендный бизнес. Кому интересно, можно там у нас на сайте зайти и почитать. Да, ссылка будет в описании под видео. Такой момент. Вот здесь мы прям расходимся в свое время, когда приходилось говорить о вариантах с недвижимостью. Я, несмотря на то, что я, можно сказать, яростный фанатик фондового рынка, я всегда говорил, что это отличный вариант. Сам, к сожалению, до такого варианта не дотянулся, потому что кроме инвестиций на фондовом рынке, вот бизнес-проект, собственный бизнес. Если бы не это, однозначно бы, что бы ни было, какая великая доходность не получалась, там, лучшая была 38% в валюте на фондовом, я бы все равно вложил в однушку и хотя бы в этот момент спрашивали, скидрецой, так если у вас там доходность, зачем же? Ну, диверсификация, да? Ну, вот эта вот вещь, что завтра я буду болеть или завтра я не смогу, а это будет приносить. Но, я к чему так подвожу? Когда меня спрашивали о коммерческой, вот о стрит-ретейле, я говорю, ребят, ни в коем случае, именно примерно по схожим принципам, что вы говорите, что жить-то человек все равно будет хотеть, особенно в городе экономически активном, привлекающем, условно говоря, студентов и приезжих, да? А стрит-ретейл меня в России пугает несколькими вещами. И главная вещь, это то, что в отличие от Европы и Америки, наши власти очень прям хороши. Они прям так хорошо все время среду окружающую меняют, они так увлечены, как вот дети, песочницы, обустройством наших городов. Знаете, на эту тему как-то интервью то ли с французскими муниципальными людьми, какими-то, то ли с американскими, и начал как раз с того. Городская власть должна делать только необходимое. Журналист спрашивает, а вот что-то улучшит? Нет, ответил человек. Мы должны делать только минимально необходимое. У нас другой менталитет, у нас каждый мэр, каждый губернатор что-то показывает. Ну, Москва яркий пример. И я к чему? Вот у вас стрит-ретейл, вот действительно, как вы сказали, парковки теперь нет. Пешеходная зона, ходят милые люди с самокатами, значит, и с этими, как их палочками, но под дощечками, на которых езжут. Но вот эти люди, ну, явно не клиенты этого бизнеса, или не клиенты банка, да, и так далее. То есть, улучшат так, что жить будет невозможно. Вот это вот беспрестанное изменение структуры вокруг, это смертельный номер, или я все-таки преувеличиваю влияние на стрит-ретейл? Ну, наверное, не смертельный уж, конечно, то есть, в любом случае, там, на Садовом кольце, да, стрел не вымер. но это, опять же, наверное, к вопросу про локацию. Есть такой, не знаю, глобальный выбор, да, это купить, например, если Москву мы берем, в центре города, там, условно, там, на Тверской, на Садовом, или где-то там еще, либо купить где-то далеко в спальном районе. Опять же, нельзя сказать, что только вот одно и ничего другого, плюсы-минусы везде свои есть, но я, например, точно выбираю, там, спальные районы. Именно, может быть, с одной стороны, там хорошо будет больше жителей вокруг жить, с другой стороны, там стройка на несколько лет. Лучше брать, не знаю, такой безопасный вариант для начинающего инвестора, это вот вообще купить там в новостройке где-нибудь, где уже все построено, где уже все эти вот улочки сделаны изначально застройщиком, и никто не будет там расширять дорогу, еще что-то. В центре города, с одной стороны, другого центра города никогда не будет, и помещение на Тверской, там оно останется помещением на Тверской, с другой стороны, есть вот эти вот риски, что действительно там могут дорогу расширить могут парковку убрать могут что-нибудь перекрыть могут сделать такой вот кстати простой пример мы всей командой долго ходили в один в одном и тот же фитнес-клуб на малой дмитриевке в подвале линкома просто ходили годами более пяти лет оттуда звонят до сих пор говорят где же ваша команда мы дадим совершенно бешеную скидку там 18 полом тысяч за год это ну не что для фитнес-клуба в центре города девушка милая но договоритесь пожалуйста с обеденным дело в том что мы ездили туда на автомобиле теперь там час соответственно то ли 380 или 450 рублей то есть любом то ли наше занятие будет стоить 700 или 900 и и вот эта скидка не имеет значения по сути мэрия из благих намерений но в определенной 6 прикончила этот бизнес такие риски есть и вот как раз некоторые из них заранее можно просчитать то есть у нас например был случай когда мы нашли в петербурге классное помещение здание с супермаркетом очень хороший там товарооборот все супер на трафике от шоссе и как бы обнаружили что в планах у города расширение этого шоссе как раз вот парковку хотели оттуда забрать ну и сделка развалилась такие вещи можно работать работаете москве петербурге других городах преимущественно конечно москва московская область но и также города-миллионники то есть у нас есть например лента в центре новосибирска остальные лента имеется ввиду супермаркет супермаркет лента там возле ж.д. вокзала в центре новосибирска отлично хороший объект там доходность выше чем московская риски ну там примерно сопоставим ликвидность поменьше что продать объект новосибирск тяжелее чем в москве есть объекты московской области это город чехов очень классный супермаркетом супермаркет до дискаунтер вот в текущем году очень актуален есть в орехово-зуево пятерочка есть там офисы в москве и вот сейчас новый объект мы купили недавно это новая москва там как раз новостройки перекресток то есть разные смотрим разные но вот как как раз в основном это спальные районы где нету этого риска там расширения дороги и парковки еще чего-то но опять же давайте там прямо честно будем говорить все риски просчитать заранее никогда нельзя это в любом случае не банковский депозит это инвестиции здесь ничего не гарантировано просто если сравнивать с другими альтернативами то все-таки там недвижимость она при правильном подходе она один из самых без рисковых и вот как раз в кризисные времена такая тихая гавань где можно свои деньги сохранить в лучшем случае заработать до в худшем как минимум сохранить и вот в этом году такой показательный год до что все этому кого-то половина капитала просто заморожена у кого-то кто на российском фондовом рынке держал ополовинилась его состояние жила недвижимость начала падать до коммерческой недвижимости при правильном подходе до только дорожает у нас например ни один объект в этом году не подешевел ни на рубль все только выросли и вот там недавно я общался с одним наших крупных инвесторов в конце диалога сказал ну получается что simple стоит было лучше моей инвестиции были предположения соответственно что офисы подожмет очень сильно вот эта дистанционка который подпинул коронавирус и наверное честь частично это поджало плюс общее ухудшение экономической конъюнктуры конечно сокращается и так далее каворкинг одно время был модной темой но по моим ощущениям вообще сошел и вот эта идея вложиться каворкинг она оказалась ну скажем так по крайней не более эффективны чем другие варианты что в этой части вообще происходит с офисами офисы как я сказал они более наверное устойчивы чем торговые центры но понятно что под давлением действительно от удаленки от в целом вот в россии он экономический спад опять же уходят крупные западные арендаторы создает там вакансию да ну это в крупных центрах класса а весь рынок связан то есть вот тоже важный момент что например офисный рынок или там даже на ноут офисный да он един и если например в одном бизнес-центре там освободились площади они будут готовы давать какую-то скидку чтобы получить арендатора из соседних бизнес-центров могут люди переехать или даже не из соседних а там кто-то сидел далеко от центра переехать в центр или наоборот то есть тут рынок очень сильно вот зависит от спроса и предложения и люди готовы переезжать из одного места в другой но вы бы посоветовали сегодня смотреть потенциальному инвестору на это скорее нет чем давление скорее нет то есть вот офисы которые мы купили это такая история которая не самая удачная у нас есть вот пять объектов сейчас под управлением и вот офисы это единственный наш такой не очень удачный 5 объектов бизнес-центры не нет вот офисы это был наш первый объект мы его купили в конце 19 года за месяц до пандемии конечно как бы до пандемии после пандемии офисный рынок это совершенно два разных рынка и в этой инвестиции ну скажем прямо наши инвесторы заработали меньше чем ожидали то есть ожидаемая доходность у нас была там 15 процентов годовых сейчас они заработали там где-то 5-6 они не потеряли свои деньги то есть как будто вложились в однушку или там в депозит но конечно хотелось большего и это вот такой единственный наш неудачный кейс про который когда тоже не там не стесняюсь рассказывать надо рассказывать и про хорошие и про плохие а сказать никита вот у меня может быть это личные предпочтения сказываются а вот офисы класса b вот как вот у нас вот где вы сейчас сидите в фин версии я например папа типажу своему эмоциональному по графику работ я терпеть не могу бизнес-центры пропускной системой с временем каким-то хочется быть хозяин насколько это актуально для малого бизнеса хотите мить офиса класса b и она актуально ли это для инвесторов или это такая нишевая история серия на то вот у вас и у нескольких странных людей такие привычки не не это нормально и старая очень вообще в целом инвестиционными классами считаются вот а и б плюс и б то есть вот тоже вы все b плюс и b это как бы разный немножко класса ниже там идет вот c это уже как бы там где-то старые совсем советские полу развалившиеся это уже не и официально да 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 офисы класса B – это как раз нормальный инвестиционный актив. Правильно я называю? Вот мы в B сидим, видимо, да? Я бы назвал, наверное, либо B, либо, может быть, B-, потому что критерии достаточно жесткие, то есть, например, не может быть офис класса A, если он, допустим, реконструирован, хотя реконструкция может быть сильно лучше, чем 20-летний офис класса A. То есть критерии не совсем четкие, но я бы, наверное, назвал ваш офис где-то B, не B+, вот B. Маленькие офисы сейчас актуальны, потому что, действительно, раньше не строили практически маленькие офисы, и маленькие офисы были только вот C, которые какие-то полуподвальные. А сейчас, когда можно там 50-100-200 метров снять либо в хорошем приличном B, либо вот там примерно как у вас, например, да, в центре города, это хороший ликвидный формат, его можно достаточно быстро сдать, достаточно быстро продать при желании. Но, опять же, когда вам продают офис класса B, вам говорят, вот есть арендатор, он платит вот столько-то, ваша доходность там 8% годовых. Но никто вам не говорит, что этот арендатор, скорее всего, учитывая, что он маленький, он будет меняться там каждый год, каждые два года. И каждый там год-два года вы будете там месяц-два простоя. И ваши 8% доходности превратится там в 7, а то и в 6. А если, например, брать мой любимый супермаркет, те же самые 8% годовых, если он хороший, там хорошо торгует в хорошей локации и так далее, он будет сидеть бесконечно. И простоев никаких не будет. Поэтому, в целом, офисы – это нормальная история. Частному инвестору можно покупать офисы, сейчас есть как бы на них и спросы, и предложения. Но вот надо учитывать вот эти вот факторы. И еще такой момент. Вот мы как-то столкнулись в другой организации, снимая там достаточно приличный по объему офис, где-то метров под 700. Огромное здание, старое московское здание в центре города. Всем организациям, собственникам предложено выезжать, потому что у него идея какая-то сделать там суперцентр. Это здание до сих пор стоит, это было 10 лет назад, до сих пор стоит закрытая абсолютно. Те организации не бедные, сказали, ну зачем, слушай, делай потихоньку, мы тут будем сидеть. Нет, 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 у меня суперидея и так далее. Потом выясняется, что собственник из старых советских чиновников, который сумел по блату приватизировать огромные семиэтажные здания в центре Москвы, и особо ему неинтересно все это. То есть неправедно полученная недвижимость у многих людей, прям физических лиц, которых можно назвать вот по аналогии, как господин Симоновский в своем время банкиров назвал, жирными котами. Да. Да? Действительно есть? Да, есть достаточно много недвижимости, особенно которая действительно приватизировалась в 90-е и в нулевые. Досталась почти даром. Да, досталась почти даром и людям, которые либо, мягко скажем так, не совсем законным путем ее получили, либо действительно даром или почти даром. И они, как такие не самые профессиональные участники рынка, совершают не самые адекватные действия. Но, в принципе, я бы не сказал, что это какая-то большая проблема. Вот такие случаи, как вы назвали, я бы сказал, что это исключение все-таки. И чаще всего у этих жирных котов есть какая-то профессиональная управляющая компания, которая все делает нормально. Уже нормально. Да. А вот сейчас уже люди, которые заработали свои деньги, уже покупают те же офисы, стрит-ритейл, и уже происходит перераспределение какой-то активов. А на аренном рынке, как офисном, так и стрит-ритейловском, какие тенденции? Понизились ставки, остались такими же, что происходит? По офисам, по торговым центрам, по складам, тут я рекомендую почитать отчеты международных консалтинговых компаний. Все они переименовались в этом году, но можно их всех поискать, это несложно их найти. В целом, если там коротко, арендные ставки в торговых центрах падают, вакансия растет, то есть вакансия – это доля свободных площадей. В складах более-менее стабильно, ставки в прошлый год выросли чуть ли не на 30%, в этом году просто они охлаждаются, вакансия была около нуля процентов, то есть все склады были вообще заполнены, был дефицит складов. Сейчас она порядка 3-4%, то есть абсолютно комфортная для рынка значения. Офисы, вакансия плюс-минус среднерыночная порядка 10%, я точную цифру могу не вспомнить, ставки примерно стагнируют. Опять же, снизу на них давит инфляция, сверху ситуация. По стрит-ритейлу нормальных прогнозов, аналитики на рынке нет. И тут я могу с гордостью сказать, что мы в Simple Estate недавно приняли такое решение стратегическое – публиковать, взять на себя эту ответственность, потому что мы профессиональный участник этого рынка и публиковать ежеквартальную отчетность. Можно зайти к нам в телеграм-канал, мы опубликуем, что происходит со стрит-ритейлом. И вот буквально несколько дней назад мы выпустили отчет за третий квартал, который уже учитывает эффект мобилизации. То есть там дата осечения – середина октября, и как раз уже эффект мобилизации есть. Что происходит на рынке? Пустые помещения подешевели. В зависимости от размера – это стоимость продажи пустых помещений, либо строящихся, либо пустых, готовых, но пустых, без арендаторов. Они немножко подешевели за квартал. Это где-то 3-4 процента, до 10 процентов, в зависимости от площади. Маленькие помещения до 300 квадратных метров с арендаторами – они стабильны, надежны. Это самый ликвидный, стабильный, надежный сегмент, хоть и с низкой доходности, но там тихая гавань, а супермаркеты подорожали даже. Потому что как раз люди хотят что-то надежное, стабильное. Опять же, продукты, питание – нет ничего более надежного, все бегут туда, покупают супермаркеты, поэтому на них цены даже выросли. И вот тоже важный фактор, почему, например, мы тоже фокус делаем на супермаркеты – это не только вот эта надежность, стабильность, что продукты нужны всегда, это еще, что очень важно, защита от инфляции. Почему? Потому что в последнее время достаточно часто договор аренды выглядит следующим образом. Арендная плата 5-7% от товарооборота, но не меньше, чем х рублей в месяц. И если завтра будет инфляция, условно, как в Турции, 70%, вырастут цены на товары, вырастет выручка магазина, вырастет арендная плата, вырастет стоимость объекта. И тем самым инвестор не просто получает условные 8% годовых, которые он мог бы получать в облигациях, даже, наверное, больше. А еще вот эта вот защита от инфляции, то есть если завтра все в два раза обесценится, облигации вам вот как вернут номинал, так и будет стоить в два раза меньше. А вот супермаркеты, они в этом плане очень защитные. А вы почувствовали настрой инвесторов, которые к вам приходят, условно говоря, он увеличился, он изменился. Вот вы выступали на форуме финсовет с инвестсоветниками. Условно говоря, просто интересно, вот люди, которые обращаются к инвестсоветникам, они в том числе дают запрос на интерес к недвижимости, который, например, инвестсоветники вам потом транслируют. С инвестсоветниками, честно скажу, мы там недавно начали работать по этому какого-то… Пока ран судить. Да, пока ран судить. Окей, а просто вот человек приходит, вот с чем он приходит, условно? Да, а вот если просто говорить про наш спрос, я бы сказал, что здесь есть там две тенденции. Часть инвесторов, таких более международных, что ли, да, которые работали там в иностранных компаниях, которые привыкли отдыхать в Европе и так далее, они, к сожалению, в связи с понятными событиями, там Россию покидают, капитал выводят и в Россию особо больше не инвестируют. У нас, например, много было таких инвесторов, которые вот ультрапрофессиональные, суперинтеллигентные, с хорошим капиталом, там по несколько миллиардов рублей, к сожалению, многие они там уехали, кто в Лондон, кто в Дубай, кто еще куда-то. Есть другая тенденция, наоборот, люди, которые никуда не уезжают, они живут в России и как бы долгосрочно видят себя именно в России, у них вариантов инвестирования сейчас особо-то нет. Действительно, как мы обсудили уже, фондовый рынок там просел, дивиденды отменили, что с ним будет дальше, непонятно, за границу что-то там не вывезти, не купить, и остается недвижимость, жилая падает, нужна коммерческая, нужна тихая гавань, они приходят к нам и говорят, сохраните мои деньги. Вот, поэтому такие разнонаправленные два тренда зависят от того, как бы... От людей, да. Никита, еще такой вопрос, вот я часто видел, как в недвижимости пришли люди, которые, например, были ритейлеры, профессиональные, работали в этой сфере, и для многих темный лес немножко фоновый рынок, а вы наоборот, вы профессионал в финансах, вы работали аж в Goldman Sachs, это достаточно серьезная визитная карточка. да. И поэтому у вас есть возможность сравнивать объективно, потому что вы выросли из маклера, допустим, который просто с этой стороны и шел, а человек, который затронул более классический такой финансовый рынок. Вот ваша-то эволюция, она каким образом произошла? Я на фондовом рынке, там, начал торговать еще, не помню, там лет, наверное, в 16-17, то есть уже достаточно давно, и как раз вот опыт работы там в Goldman Sachs, прежде всего, где я был инвестиционным аналитиком, мы инвестировали там во все классы активов, то есть это были и публичные ценные бумаги, там, акции, облигации, это были и частные, в основном частные компании, да, из тех, которые я могу называть, которые на слуху, это там инвестиция в Тинькофф, то есть когда Тинькофф еще никто не знал, да, в него инвестировал Goldman, достаточно крупную долю и достаточно большая заслуга, так скажем, самого Goldman в успехе Тинькоффа. Это там компании, которые, опять же, у всех на слуху, это Headhunter, это Cyan, это сеть фамилия Retail и как бы там ряд других компаний, которые уже называть не могу. И как раз вот в Goldman мы достаточно много инвестировали еще и в недвижимость, опять же, в коммерческую, то есть это и торговые центры были, и склады, и офисы, и как бы до этого я считал, что недвижимость это скучно. Ну вот да, я думаю, фондовик, недвижимость это надежно, но это же скучно. Вот у меня была ровно такая же мысль, что как бы это скучно, нельзя много заработать, там вот купил и держишь и что, и скучно, там нету какого-то глубокого интересного анализа, и вот как раз... А не особого нет на фоне фондового. Да, как бы фондовый рынок, он интересный, и как бы заработать можно больше. Но вот как раз после Goldman я поменял представление, потому что я увидел, что, во-первых, на недвижимости можно заработать очень много. Опять же, там, например, если говорить про Simple Estate, у нас вот за три последних года, три очень непростых года, да, для России фактическая доходность средняя, 25% годовых. Если у кого-то есть такая же, как бы, доходность на фондовом рынке за последние три года, ну, как бы это достойно похвалы. Само собой, тут доходность 25, это, там, 10% примерно дивидендная доходность, плюс, там, рост стоимости. То есть, это такая совокупная. И вот как раз Goldman я тоже видел, что недвижимость зачастую даже обгоняет по доходности частный бизнес или публичные какие-то компании просто из-за уровня риска. То есть, если мы берем, там, какой-то успешный год, конечно, фондовый рынок растет быстрее. Если мы берем год неуспешный и, там, берем... Среднюю доходность получается, что недвижимость в целом приносит даже больше. И мы в свое время делали такую аналитику, там, российскому рынку, к сожалению, нету достаточно данных, но вот по американскому рынку, там же есть куча рейтов этих недвижимости, фондов недвижимости публичных. Есть индекс непубличной недвижимости, ну, и есть, как бы, S&P 500. И вот если их взять за последние, там, 20 лет, частная недвижимость принесла инвесторам столько же, сколько, по-моему, даже чуть больше, чем S&P 500. А волатильность, там, понятно, была совершенно другая. Вот, поэтому, как раз, недвижимость, именно коммерческая, оказалась очень интересной. После этого я, там, работал еще, например, в одном из ведущих российских private equity фондов, Эльбрус Капитал. И вот, как раз, уже после него решил заниматься Simple Estate, понимая, что у меня прекрасные, как бы, знания и недвижимости, и инвестиции. Это, действительно, хороший, классный такой класс активов, если сравнивать, там, с акциями, облигациями, еще чем-то. Вот на этом тренде, так скажем, инвестиционном решили сделать такой продукт институционального качества, да, то есть профессиональный анализ объектов недвижимости, но только теперь не на сотни миллионов долларов, а на сотни миллионов рублей. И сделать его доступным не для, там, ультрабогатых, а для, вот, обычного частного инвестора. И если, там, сравнивать вот с остальными классами активов, да, то есть акции, опять же, они, в целом, приносят больше всего на долгосрочном горизонте. Но суперволатильные, рискованные и просто по-другому, да, то есть они приносят больше, но более рискованные, особенно в России. Облигации более стабильны, более понятны, надежны. Но в России они, вот, часто проигрывают инфляции. Ну, да. И в отличие от недвижимости нет актива вот такого, что по наследству, что называется. Да, да, да. Вот это самое главное в облигации, что мне, например, лично не нравится, нет никакой защиты от инфляции и, действительно, там, это, ну, внукам не передашь, да, как говорится. Ну, то есть формально передашь, но это же долг, да? Ну, да. То есть, по большому счету, это не некое вот что-то, что может потрогать. Я полностью разделяю ваш взгляд, поэтому всегда говорю, что если у вас портфель дорожит, то такое возможно, что вы можете часть. Какие бы успехи, как бы не было интересно на фондовом рынке, в недвижимость вложиться, это великолепный результат. Вы упомянули рейты. И наверняка тоже помните, у нас в среде российских инвесторов долго был запрос на рейты или вопрос, как войти в американские рейты, потому что это такая очень классная, на мой взгляд, инструмент, это вариант вот быть в недвижимости, но инструментами фондового рынка, вообще удобно, кнопку нажал, для фондовика тем более. В Штатах это заняло свою нишу, у нас постоянно спрашивали. Меня лично вот вдохновило так создание вот этих бпифов российских, что появились российские рейты. Вот при прочих равных, понятно, что сейчас и ситуация в стране в экономике и на фондовом рынке не самая лучшая. Как вы думаете, вот эта вот, условно говоря, биржевизация рынка недвижимости продолжится в стране? Да. То есть вы, например, условно говоря, вот ваша платформа Simple Estate не хочет превратиться в рейт? По порядку сейчас отвечу. То есть первое, однозначно да. И запрос на рейты был, и есть, и он как бы в последние годы очень сильно растет. И как раз вот за последние годы очень много появилось новых игроков, которые делают запифы, там где-то публичные, где-то не публичные, где как раз там частный инвестор может купить с адекватной какой-то суммой долю в складах, торговых центрах, офисах, еще чем-то. То есть это однозначно набирает популярность, я думаю, дальше тоже будет набирать популярность. То есть вот аналог рейтам, да, это российские запифы. У них опять же есть свои плюсы, свои минусы, но в целом инструмент достаточно хороший. Мы в Simple Estate изначально приняли немножко другую модель. Опять же ничего нового не придумывали, скопировали на Западе. Вот в Америке с 2012 года, в Америке, в Европе, там в принципе везде, активно развивается модель вот именно не публичных инвестиций в недвижимость, где компании покупают объекты так называемого middle market, то есть слишком крупные для частного инвестора, ну то есть там для нас это 100-200 миллионов рублей, но слишком мелкие для вот крупных институционалов, которые покупают там на миллиарды, миллиарды. И за счет вот этого сегмента можно получить хороший, качественный, надежный объект с повышенной доходностью, потому что здесь конкуренция ниже. И за счет того, что это не публичная история, она не подвержена вот таким биржевым колебаниям, когда там фондовый рынок вниз и рейты тоже вниз. Вот как раз недавно мы делали аналитику, себя в телеграм-канале публиковали, что за этот год рейты там, если не соврать, на 30% просели американские. Значит ли это, что американская недвижимость стала на 30% хуже? Нет. Просто рынок весь просел и как бы рейты вместе с ним. А вот частная недвижимость, да, не публичная, например, как у нас, она не просела. То есть она менее от волатильности биржевой, да? Ну да, потому что так как она не торгуется на фондовом рынке, там нету такой вот паники, когда все бегут продавать. Инвесторы совершают сделку в таком, так скажем, частном порядке. У нас на платформе есть там свой вторичный рынок, где мы там... Вот хотел спросить, а выход? На бирже зато нажал кнопочку и вышел. Да. А у вас как процесс выхода, если кто-то решил по каким-либо причинам, не важно, разуверился или все окей, но просто у него нужны деньги на другое. Как у вас выходит? А именно там же. У нас на платформе есть вторичный рынок. То есть вопрос как выйти, это там топ-3 вопросов любого инвестора. Конечно, но это правильно. В любом случае, сколько бы человек не планировал там сидеть в этом активе, там год или 10 лет, рано или поздно нужно будет выйти, скорее всего. И это очень вопрос актуальный. У нас на платформе есть свой вторичный рынок, это как бы не публичный такой вне биржевой рынок акций. То есть мы, напомню, там каждый объект недвижимости упакован в акционерное общество, инвесторам продаем акции. Соответственно, они могут продать эти акции у нас на вторичном рынке. Но опять же, тут надо понимать... То есть информат ЗАО, да? Ну сейчас оно даже не ЗАО, то есть это просто НПАО, не публичное акционерное общество. То есть акционерное общество, но которое не торгуется на бирже. Инвестор может выставить свои акции на продажу и как бы другие инвесторы платформы, которые хотят уже там, например, не новый объект купить, а вот уже действующий, рабочий, или увеличить долю. Да, они как раз покупают. И здесь нужно адекватно как бы понимать, что это не акции Сбербанка, там Газпрома или Эппл. Их нельзя продать там за минуту одним щелчком мышки, но это более ликвидный инструмент, чем весь объект целиком. То есть мы всегда людям говорим, что там на, в зависимости опять же там от цены и от бюджета, от суммы продажи, это занимает там от пары недель до пары месяцев. Ну это для недвижимости нормальная история, в общем. Ну да. Кстати, вот вы упомянули Сбербанк, я вспомнил про рейты. На ваш взгляд, честно, уже экспертный, не испортит ли историю с российскими рейтами то, что некоторые банки упаковали в виде этих запифов просто все то, что им от плохих кредитов осталось. Типа, посмотрите, как у нас и такое, и такое, и такое. И, ну, маркетинг понять можно, не осуждаю, да, какие мы молодцы. А на самом деле это просто то, что досталось банку в результате невыкупленных залогов. Не испортит ли это рынок? Вот, к сожалению, очень мало кто это понимает. И вот вы абсолютно правильно говорите, что большинство банков, разных банков, как раз в пифы запихнули все то, что им осталось от… Да, ну как это, на тебе больше, что нам не больше. Да. Испортить не испортить, сказать сложно, потому что там Сбербанк, не знаю, ВТБ и прочие там существуют, вот эти пифы существуют уже давно, и они так делают уже давно. Там есть нормальные фонды, то есть я не говорю, что там ни в коем случае не инвестируйте в Сбербанк. Есть нормальные фонды, есть фонды чуть похуже, как бы надо разбираться и смотреть. А вот новые игроки, которые там вышли на этот рынок последние там 2-3-5 лет, они этим не занимаются. Опять же, нужно в любом случае разбираться, но в целом это немножко другой подход. То есть, например, как вот мы, например, у себя в Simple Estate объясняем инвесторам, мы не покупаем активы у какого-то конкретного там продавца. Мы не покупаем активы, которые нам достались откуда-то, непонятно откуда. У нас нет какого-то акционера, который желает избавиться от объектов, и мы их вот тем самым упаковываем. Мы работаем не на стороне продавца, а на стороне покупателя. Анализируем рынок, находим лучшие объекты, действительно, с учетом нашего колоссального опыта, там все вот эти подводные камни обрабатываем и покупаем объект, в который мы сами готовы инвестировать, и мы там акционеры платформы сами инвестируют деньги в каждый объект, который мы предлагаем. И вот тут уже, повторюсь, работаем на стороне покупателя. Большинство игроков, которые последние годы вышли на рынок, работают точно так же. Опять же, там нужно смотреть, у кого-то, не знаю, аналитика там похуже, у кого-то получше, у кого-то есть где-то аффилированность с какой-то головной компанией, не будем называть, а у кого-то нету, да, то есть тут нужно уже смотреть, разбираться, копаться и понимать, что инвестору ближе. Еще один такой, на мой взгляд, очень важный момент. Вот я рассказывал свою историю, я радуюсь, что инвестор в биржевик должен иметь еще и недвижимость, но сам, как всегда, сапожник без сапог не дошел, потому что у меня бизнес. Ну и у всех куча причин, почему он не доходит, чек-то большой, это же не на фондовый рынок войти, да? А те же самые запифы меня подкупили, что я могу вот буквально начать вообще с 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей отправить. Я думаю, что для многих соображения, да, идея хорошая, но где взять 3-5 миллионов? Вот порог входа, как вы решаете этот вопрос? У нас порог входа это 100 тысяч рублей, мы специально его сделали относительно небольшим, чтобы большинство людей могло попробовать, но понятно, что там какой-то пассивный доход со 100 тысяч рублей сделать не получится, средний чек у нас инвесторов это 3-5 миллионов рублей, есть те, кто инвестирует там 20-30 миллионов в каждый наш объект, есть те, кто на 100 тысяч рублей заходит, пробует и потом свой чек увеличивает. То есть можно начинать тоже так вот с очень комфортной суммы? Да, мы прекрасно понимаем, что продукт относительно новый, любому человеку нужно сначала попробовать, посмотреть, получить дивиденды, там продать свою долю и вот уже потом он сможет... Ну да, поюзать как бы. Да, да. Окей, но тут возникает еще момент доверия, потому что запиф, понятно, что тоже, ну красивая программа, красивая история, но все-таки есть определенный такой момент что ли про индикатор, то что запиф аккредитован на бирже, да, то есть кто-то их проверял, по блату не по блату, качественно-некачественно, всегда вопрос, но все-таки не на улице возникли и не в газете метро дали объявление. У вас возникает вот вопрос доверия, фирма на бирже не работает, лицензии ЦБ не имеет, потому что не нуждается, то есть вот где, как вы решаете этот вопрос? Да, ПИФ и правильно, они имеют лицензию ЦБ, то есть управляющая компания имеет лицензию ЦБ, мы тоже имеем лицензию ЦБ. Только у нас немножко другая структура, то есть мы работаем как инвестиционная платформа, мы входим в реестр инвестиционных платформ центрального банка, поэтому у нас тоже есть лицензия, но немножко другая, то есть за нами следит тот же самый надзорный орган, да, Центральный банк. Центральный банк, во-первых, он регистрирует каждое акционерное общество, проверяет, что тоже там все в порядке. Каждое, которое вы создаете? Да, да. И в целом платформа работает? И в целом саму деятельность платформы. Поэтому за нами тоже контроль. Слушайте, ну это ответ неплохой. Хороший ответ для меня бы, например, был, как для инвестора. Тут еще тоже про доверие. Давайте честно скажем, для каждого инвестора, тем более в текущих реалиях, доверие к инфраструктуре – это самое главное. И у нас, кроме того, что у нас есть лицензия Центрального банка, нужно еще смотреть и на исторические результаты. То есть у нас, опять же, можно гордиться, что исторические результаты за 3 года существования, с первой инвестиции по сегодняшний день, это фактическая доходность 25 годовых. У нас 800 миллионов рублей под управлением. То есть это уже немаленькая сумма, которая показала хорошую доходность. У нас мой личный опыт, того же Goldman Sachs, который я переношу из сделок на 100 миллионов долларов, на 100 миллионов рублей. И среди акционеров тоже очень уважаемые люди. Тоже кто-то мои бывшие коллеги из инвестиционных банков, в том числе того же Goldman. Кто-то, у нас есть партнер венчурного фонда. То есть это люди, которые профессионально занимаются инвестициями и прекрасно в этом всем понимают. Ну и, наверное, одно из самых главных, то, что мы акционеры самой платформы в каждый объект вкладывают свои личные деньги, причем тоже немаленькие. И что самое важное, ровно на тех же условиях, как и все остальные инвесторы. То есть нас тоже иногда спрашивают, а сколько вы нацениваете на объект? А по каким условиям заходят там вы сами заходите? Вот так вот, положа руку на сердце, отвечаю. Ровно на тех же самых условиях мы заходим сами, как и все инвесторы, нацениваем на объект ровно ноль. То есть почем купили на рынке, отторговали еще при этом продавца, как бы завели этот объект на акционерное общество и как бы ни рубля на него не нацениваем. Почему такое название, кстати, Simple Estate? Долго думали над названием, решили, у нас какая вообще миссия? Дать доступ обычному частному инвестору к профессионально отобранной коммерческой недвижимости. Simple Estate, простая недвижимость. Человеку просто купить, он зашел на сайт, все полностью онлайн, нажал несколько кнопок, не выходя из дома все купил, также все продал, получает дивиденды. Не надо управлять этим объектом, не надо ни о чем переживать, мы все берем на себя. Ваши ожидания от рынка, я имею в виду, вот какие параметры. Вы полагаете, что рубль останется твердым или в конечном то снижение на уровне 70, иногда называют 80, о котором даже чиновники говорят, что это в интересах бюджета произойдет? Два сценария. То есть, с одной стороны, для России выгоден рубль 70, 80 и так далее, потому что у нас экспорт, все за валюту, чем сильнее рубль, тем меньше мы получаем рублей, тем хуже сходится бюджет, как бы это все мы знаем. Неизвестная история, да. Силы сложились так, что за рубли выводить их в валюту и покупать что-то, импортировать в Россию очень тяжело, а валютная выручка все равно есть. Поэтому действительно рубль укрепляется, и как его вернуть на эти 70, 80 или выше, у меня, честно говоря, ответа нет. Поэтому, с одной стороны, государству выгоден слабый рубль, но я лично не знаю пока что, как они собираются туда вернуть. Это опасение, что инфляцию подстегнет, если будет ослабление. То есть, вы здесь на всякий случай готовы к разным вариантам, инвесторам бы посоветовали не ставить на какой-то однозначный вариант. Ну, да, да. Окей, с этим понятно. Опять же, там комментарий, да, я не думаю, что рубль будет 30, я не думаю, что рубль будет 150. Ну, понимаю, да, я даже не думаю, что рубль будет 50, и не думаю, что рубль будет 100. Ну, да, да. История с долларом-евро, она даже для обывателя далекого от финансового рынка достигла, и многие считают, что, некоторые говорят, что это закат евро, некоторые так с удивлением, сколько лет, 20 лет говорили о паритете. Да, и вот не то, что паритет, а я говорю, ребята, это временно. Ваше отношение к этой истории? Я тоже думаю, что это временно, потому что большинство, но опять же, исторически, когда идет кризис и мировая рецессия, все бегут в защитные активы, защитными у нас считается доллар и гособлигации США. Тем более, они сейчас поднимают ставки, там сейчас хорошая доходность по этим гособлигациям. Логично, что все... ЕЦБ, правда, с собой тоже двинул, я вот не ожидал, что 75 пунктов ЕЦБ себе позволит. Большинство инвесторов все-таки вот тихая гавань равно доллар и американский трежерис. Понятно, что кто-то там держит и в евро какую-то часть, и в еврооблигациях, там имеется в виду облигациях европейских стран и компаний. Но все равно, как бы, все бегут в доллар. Поэтому я думаю, что это временно, после рецессии, начала восстановления, я думаю, что все-таки вернется. Но опять же, звездочка, все сильно зависит от политической большей картины. Мне кажется, это будет, когда инфляция пойдет вниз, только тогда вот этот обратно пойдет к паритету, а потом к обратному соотношению. Потому что у ФРС-то все-таки больше возможности, чем у ЕЦБ, держать ставки и повышать их. У них ход, маневр больше. Да, да, тут я согласен. Поэтому это неоднозначно, что это в ближайшее время, мне кажется. Российский фондовый рынок, одни говорят, все, конец, вот теперь окончательный. А другие говорят, подождите, может, это классическая ситуация, когда налетай подешевел. Ваше отношение с Кореей? Опять же, наверное, два каких-то варианта. То есть, в целом, каждый кризис... Налетай подешевел, работай. Все говорят, и то, и другое. То есть, тут все говорят, что это все, это конец, а не обычный кризис. Да, этот кризис новый, такого раньше не было, и это конец. Да, я тоже обожаю церковую. Ну, как бы, с одной стороны, они правы, что действительно... Ну, не совсем, Никит, но согласитесь, в каждом кризисе есть черты из экономерности предыдущих. Да, есть, не знаю, половина, как предыдущий, но есть все-таки нового. То есть, например, кризис коронавирусный, ну, действительно, такого не было. То есть, в современной истории такого не было. Никита, вот я когда в этот момент, я, кстати, в коронавирусном прекрасно сработал, я начинал покупаться и крикнул публично, покупайте где-то в районе 20 марта. Почему? Потому что по движению было, во-первых, все ждали второго дна, одно там было, просто у нас в России двойное, второе дно должно быть. Оно было, его просто пропустили, пока кричали, да. А второй момент, я знаю всегда, просто по привычке своей уже практики, что когда кризис имеет эмоциональный подтекст, а тут болезнь, пандемия, мы все умрем, то традиционно вот такое восстановление. Поэтому я смело купил, и вообще коронавирус у меня песней оказался. И знаете, к чему сейчас, не для того, чтобы похвастаться, как мы здорово угадали, а вы тоже наверняка с вашим опытом работы видите, что в любом кризисе, какой бы оригинальный он ни был по причине, ну, есть какие-то моменты, алгоритмы. Да, конечно, конечно, конечно. То есть, в целом, я точно не поддерживаю все-таки идею, что все пропало, это там конец. Это последний кризис человеческий. Да, не-не-не, кризисы как бы будут, были, будут. То есть, я не верю, что там российский фондовый рынок перестанет существовать. Я не верю, что там вот кто-то говорит, все, вообще, это конец России в целом. Ну, нет, конечно. То есть, в любом случае, Россия будет дальше существовать. В каком, так скажем, экономическом состоянии, непонятно, но она точно будет. Российские компании будут работать, не знаю, норильский никель будет работать. Капироваться. Да, то есть, все равно это не конец. И купить сейчас подешевевшие акции с хорошей, там, не знаю, дивидендной доходностью, пусть не в этом году, а в следующем или через два года, я считаю это выгодно. Я лично себе купил, так скажем. Я, честно говоря, от российского и китайского в сторонке. Окей, и, наконец, самый главный для инвесторов все-таки вопрос. Те сценарии, которые обсуждаются публично вообще во всем земном шаре. Я пока сижу, вот так немножко даже на нервах, окажусь прав или вообще с позором проиграю. Потому что я думаю, что это именно дно на мировом рынке, что никакого более глубокого не будет. Что разговоры о рецессии, это скорее перезаклад такой аккуратного игрока. И, кстати, данные по Германии, по Франции, по США за третий квартал 2024 года. Все-таки показали, что чуть-чуть, но рост, даже не ноль, а чуть-чуть, но рост. И говоришь, что рецессия не состоялась. Но что если что-то случится, то это случится на азиатском рынке. Вот мой, я специально свой рассказал вперед, чтобы вы по этим общим позициям прошлись. Рецессия, высокая инфляция надолго. Кстати, что не исключено все-таки обвал и так далее. Вот ваши отношения. С оговоркой, что я, честно скажу, не так пристально смотрю за мировыми рынками, как за моим рынком недвижимости российским. Но, тем не менее, понятно, что там тоже этим нельзя не интересоваться, чтобы иметь полную картину. Я бы тут обратил внимание на то, что фондовый рынок, он всегда живет ожиданиями. То есть фондовый рынок, он как бы и цены на активы, они отражают то, что инвесторы ожидают в будущем. И он реагирует на рецессии, кризисы и прочее всегда вперед. То есть если мы, например, ожидаем, что в экономике в ближайшие, не знаю, несколько лет будет инфляция, замедление темпов роста ВВП и безработица, еще что-то. На фондовый рынок уже все отражается. Да, на фондовый рынок уже это отыграл. То есть он уже в цене, уже все эти ожидания заложены. Поэтому... Но это, кстати, особенно последние лет, вот где-то 7-8 такой. Видимо, с приходом во всем мире большего количества частного. Тут тоже интересно, и да, и нет. То есть с одной стороны, с одной стороны, да. Да-то я понимаю, а нет, почему? А нет, потому что частный инвестор, вот как было раньше. Раньше на фондовом рынке рулили, так скажем, институционалы. Крупные компании, условно Goldman Sachs, которые делают глубокую аналитику и делают свои ставки, исходя из этого. Когда массово по всему миру начали приходить на фондовый рынок частные инвесторы, они не делают никакую аналитику, они покупают условную Теслу. Потому что они знают, что Илон Маск молодец, это будущее, и как бы то, что Тесла стоит, не знаю, 1000 ОПИ, никого не волнует. И они знают, что как бы Тесла это будущее. И они как бы достигли такого масштаба, когда они могут двигать рынок. Особенно какие-то не очень ликвидные акции. Я веду в свое время на эту же тему, как раз у моряка старого в интервью спрашивают, ну как вы, ну рассказывают, вот шторма были, всякие истории были. Вы никогда не боялись, что от штормов? Он говорит, да нет, о чем боялись, ну шторм, ну что делать. Потом подумал, говорит, вспомнил, говорит, однажды везли груз куклы говорящие. И во время шторма, вот тогда корабль наклонился на один борт, и 10 тысяч кукол разом сказали «мама», вот тогда я впервые обосрался. Вот сейчас на рынке, думаете, вот все-таки эта схожая история работает, да? Ну да, аналогия есть, то есть вот эти вот частные инвесторы, они там на росте экономики, да, покупают вот такие компании, условно Тесла, да, говорят «вау, круто». А в кризисы, конечно, для многих это первый кризис, они говорят «мама», да, и там продают на самом дне, покупают там на хаях, ну то есть… Ну, как обычно. Окей, это вот да, но вы при этом сказали, что нет, а нет в чем заключается все-таки? Ну вот я бы наоборот уже сказал, что как бы да, в том, что каждый кризис имеет там свой, как похож чем-то на предыдущий, и уже там опять же фондовый рынок отыграл вот это будущее падение экономики, а с другой стороны нет как раз то, что вот частные инвесторы, они вносят вот какую-то корректировку, действуют не совсем адекватно. Как это было поведенческая экономика появилась, поведенческий надзор, теперь поведенческие фонды. Да, 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 то есть мы не можем, вот как там, не знаю, профессиональные аналитики, они не могут просчитать, как будет об этом думать частный инвестор, который сейчас достаточно имеет как бы силу двигать рынок. Но все-таки на ваш взгляд тогда просто такой не на рынок, а на экономику. Насколько вы оцениваете вот эти вероятности самые плохие в этой серии долгая рецессия, или даже новая великая депрессия, или вот это потерянное десятилетие, мне кажется, что это негативные преувеличения. Я сторонник не делить на белое и черное, то есть всегда есть куча оттенков серого. Скорее всего где-то будет посередине, то есть опять же не будет прям вот конца света, да, но, наверное, действительно ждать прям бесконечного роста тоже не стоит. Поэтому где-то посередине, то есть да, будет рецессия, да, будет там спад экономики, замедление темпов роста, там инфляция, еще что-то, но какого-то коллапса опять же там, я думаю, не будет. Спасибо. А я напомню нашим зрителям, что ссылка на телеграм-канал и на сайт Simple Estate в описании под видео. И, как всегда, призываем поделиться вашим мнением, если вы воспользуетесь этой платформой, этими сервисами, этой аналитикой, информацией всегда будет интересной. Никита, я надеюсь, не последний раз, потому что мне было очень интересно. Взаимно. И получайте наши материалы и видео в удобном для вас формате. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...